Министр по налогам и сборам Сергей Наливайков встретился с трудовым коллективом Барановичского завода автоматических линий в рамках единого дня информирования. В центре внимания было развитие национальной туристической индустрии. 12 июня в Беларуси стартовало централизированное тестирование. В Барановичском государственном университете к испытаниям по белорусскому языку приступили 1840 человек. Тестирование продлится до 2 июля. 5000 литров крови и 2500 литров плазмы ежегодно заготавливается в Барановичской городской станции переливания крови. 33% сдают безвозмездные доноры. Акция по безвозмездной сдаче крови прошла 14 июня. Мусоропровод в подъезде – спорный момент для многоэтажек. Для одних это комфорт, для других – мусор, вонь, тараканы и крысы, а также место возникновения пожара. Учащиеся профессионально-технического колледжа сферы услуг завоевали 5 призовых мест в различных номинациях международного конкурса. Будущие парикмахеры и мастера по маникюру показали свое мастерство и талант в Международном фестивале красоты «Минский вернисаж-2017». Здравствуйте, уважаемые телезрители на телеканале Интекс. Итоговая информационная программа «Семь дней Барановича». Каждый третий четверг месяца в Республике Беларусь проходят единые дни информирования, в ходе которых члены правительства, руководители местных органов власти встречаются с населением. Накануне министр по налогам и сборам Сергей Наливайко встретился с трудовым коллективом Барановичского завода автоматических линий. Подробнее в первом материале выпуска. Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко встретился с трудовым коллективом Барановичского завода автоматических линий. Участие во встрече приняли начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Брестской области Юрий Лелисон и председатель горосполкома Юрий Громаковский. Обращаясь к заводчанам, Сергей Наливайко призвал их задавать любые интересующие вопросы и отметил, что для него нет закрытых тем. Если интересует задавать, если не интересует для галочки, можете задать. Мне кажется, что обсуждать надо те вопросы, которые живоприепечущие, которые действительно беспокоят либо трудовой коллектив, либо общество, либо кого-то может быть лично. В том числе и по налоговой тематике еще раз обозначу. Даже, наверное, это для меня фрижа и ответы, по крайней мере, более перспективны. Национальная туристическая индустрия, обеспечение доступности услуг по организации внутреннего туризма для белорусских граждан без вызов и порядок въезда в Беларусь. Тема единого дня информирования. Сергей Наливайко рассказал о том, что в нашей стране развиваются различные виды туризма. Агро-экотуризм, медицинский, лечебно-оздоровительный, образовательный и спортивный, кулинарный и охотничий туризм. В Беларуси сфера туристических услуг является одним из перспективных секторов экономики. Условия для развития в нашей стране не хуже, а по ряду позиций лучше, чем в странах Европы. Сегодня стоит задача заинтересовать транзитных туристов, чтобы они захотели не проехать Беларусь, а остаться здесь на несколько дней и посетить ее снова. Красивая природа, низкий уровень преступности и высокий уровень сервиса – это то, чем можно заинтересовать иностранного туриста. Работники завода автоматических линий интересовались оплатой коммунальных услуг, а также выступили с предложением ввести налог на богатство. Вместе с министром по налогам и сборам обсудили его целесообразность. Председатель городсполкома Юрий Громаковский рассказал заводчанам, как сегодня развивается наш город, какие есть проблемы и как они решаются. Он отметил и положительную динамику на самом предприятии. На самом деле результаты у вас в этом году, мне кажется, что какой-то переломный момент он произошел, потому что мы считали точку безубыточности вашего предприятия. Она где-то в старом деньгам составляет 9 миллиардов рублей. На сегодняшний день вы обеспечены до конца года заказаны порядка на 11 миллиардов ежемесячно. Поэтому все-таки я считаю, что тут проведена всем коллективом большая работа, в том числе и вашим руководителям. Это ваше заслутое. И самое важное сегодня, конечно, я бы хотел пожелать, чтобы у вас опять вселилась вера в будущее вашего предприятия. Работники завода автоматических линий обратились к председателю городсполкома с волнующими вопросами. Горожане интересовались проблемами жилищного строительства, благоустройства города. Приезд такой группы на предприятие – реальная возможность получить компетентный ответ на самые разные вопросы. Не успели в школах и гимназиях отзвенеть последние звонки, как для вчерашних школьников, началась вступительная кампания. Сегодня в Беларуси стартовало централизованное тестирование. К этому дню абитуриенты готовились заранее. Сдать на хороший результат – значит поступить в ВУЗ и сделать шаг вперед к будущей профессии. Одни готовились ночь, а для кого-то подготовка к тестированию заняла не один год. Абитуриенты покажут, насколько осознанно подошли к первому в их жизни серьезному экзамену. С самого утра в Барановичский государственный университет устремились потоки молодых людей. Сегодня в Беларуси стартовало централизованное тестирование. Первый предмет – белорусский язык. Всего в республике его пожелали сдавать 28 474 человека, а в Барановичах около 1900. Барановичский государственный университет – один из четырех пунктов проведения тестирования в Брестской области. Вступительное испытание здесь сдают не только абитуриенты нашего региона, но и соседних – Минской и Гродненской областей. Централизованное тестирование в городе Барановичи проходит на базе Барановичского государственного университета. Всего в учебных аудиториях университета абитуриенты будут выполнять 14 483 теста по 14 образовательным предметам. Всех поздравляю абитуриентов с этой, скажем так, торжественной датой. Что касается готовности, то готовность стопроцентная. Обеспечим равные условия абсолютно для всех. Что касается детей, которые сильно волнуются или что-то у них не получается, у них будет всегда возможность исправить ситуацию в резервные дни. Но, скажем так, чтобы у кого-то произошла осечка и человек из-за этой осечки не сдал тестирование, такого не будет. Всем обеспечим возможность сдать. Испытания будут проходить по 14 предметам. Правила на экзаменах строгие. С собой абитуриент может пронести только две ручки и паспорт. К слову, документ для граждан страны – обязательное условие. Телефоны и личные вещи абитуриенты сдают перед началом тестирования. А строгий контроль со стороны преподавателей и работников вуза исключает любую возможность списать. За проведением тестирования наблюдает Государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и выполнения вступительных испытаний и Барановичский межрайонный комитет государственного контроля. Следует напомнить абитуриентам, что вход в учебные корпуса осуществляется при наличии паспорта либо вида нажительства и в обязательном порядке пропуска на соответствующий предмет. При себе необходимо иметь также гелевую ручку с чернилами черного цвета, мобильные телефоны и все средства хранения информации в обязательном порядке сдаются в гардероб учебного корпуса. Калькуляторами абитуриенты могут пользоваться при выполнении тестов по химии и физике. Всем абитуриентам мы хотели бы пожелать успехов при выполнении тестов и успехов при поступлении на выбранную специальность. Самым популярным испытанием среди абитуриентов остается централизованное тестирование по русскому языку. Оно пройдет послезавтра, 14 июня. Удовлетворительной по результатам этого экзамена считается оценка выше 9 баллов, как и по белорусскому языку, а вот на филологические специальности выше 19 баллов. Надо отметить, что вступительная кампания в Барановичском университете проходит на высоком организаторском уровне. В 10.30 за полчаса до начала испытаний, когда наша съемочная группа зашла в аудиторию, почти все места уже были заняты. У нас процесс отрегулирован. По ходу проведения самого тестирования вступительной кампании жалоб у нас уже не было 3 года. Что касается конфликтных ситуаций, скажем так, или человек, ну скажем так, от волнения, где-то была оказана медицинская помощь, он на резервный день попал, или вот не пропустили человека без паспорта, то такая конфликтная ситуация, она тоже разрешима. И как таковых жалоб по данным моментам не поступало, но каждый человек, кого мы отправляем, получает дополнительный инструктаж, как действовать в дальнейшем, чтобы эту ошибку исправить. Абитуриентам нашего региона можно обратиться как в комиссию по контролю за вступительной кампанией, на каждом стенде телефончики, как и комиссии, так и Министерства образования, так и учреждения образования. То есть по любому из этих телефонов можно обратиться, и человек получит компетентную консультацию, информацию, как пошагово, что делать и куда двигаться. Последний экзамен по всемирной истории пройдет 2 июля, а для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать централизованное тестирование в установленные сроки, определены резервные дни с 6 по 10 июля. Где заработать подросткам в летний период? Этим вопросом во время самых длинных каникул интересуются многие школьники, все, кому не хочется праздно проводить свое время. В Барановичах в этом году будет трудоустроено 600 учащихся школ и средних специальных учебных заведений. Почему подростки идут работать и сколько они заработают? Наша съемочная группа узнала из первых уст, побывав в 5-й гимназии и лицее строителей. С 1999 года в Барановичах в летний период Управление по труду, занятости и социальной защите населения организует занятость учащихся и студенческой молодежи в свободное от учебы время. Каждый год количество желающих трудиться в летний период растет и увеличивается соответственно финансирование. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома организует временную занятость учащихся в свободное от учебы время и на период летних каникул с 1999 года. Временная занятость учащихся организуется с целью приобщения молодежи к общественно полезному труду и улучшения материального благосостояния. Что хочется отметить, что ежегодно растет как количество участвующих детей, так и сумма финансирования данного направления работы. Если в 2015 году в работах по временной занятости приняло участие 444 человека, в 2016 534, в этом году планируется охватить временной занятостью 600 учащихся. В 2015 году на выплату заработной платы молодежи ушло в общей сложности 100 тысяч денумированных рублей. В 2016 году уже 145, в этом году планируется потратить более 180 тысяч рублей. Активную работу по организации летней занятости для своих учащихся ведет лица и строителей. В первую очередь трудоустраиваются дети, состоящие на различных видах профилактического учета или признанные находящимися в социально опасном положении. Это в первую очередь, конечно, и лагерь труда и отдыха, и физкультурно-оздоровительный лагерь, и ремонтная бригада, которая ежегодно работает при содействии фонда центра занятости, и волонтерские отряды, и отряд профориентационный. И я хочу сказать, что все эти формы занятости направлены на то, чтобы действительно молодым людям было интересно и всегда было чем похвастаться, и гордиться, так скажем, своим вкладом в какую-то общественную и семейную жизнь. Преимущественным правом на организацию и на участие именно в этих работах пользуются дети из малообеспеченных семей, состоящие на учете в ИДН, которые находятся в социально опасном положении, многодетных, из многодетных семей, то есть все категории детей, которые считаются социально уязвимыми. Значит, в таких работах в основном принимает участие более 90% такой категории детей. Что хочется сказать по поводу оплаты. Оплата идет, значит, в зависимости от часовой тарифной ставки. Есть две категории детей – от 14 до 16 лет и от 16 до 18. Для детей возрасте от 14 до 16 лет часовая тарифная ставка составляет 2 рубля 75 копеек. Для детей возрасте от 16 до 18 лет часовая тарифная ставка составляет 1 рубль 80 копеек. Но, в принципе, они все равно получают приблизительно одинаковое количество заработную плату, потому что дети возрасте от 14 до 16 лет работают 4 часа 36 минут, более старшие дети работают 7 часов. Преимущества в трудоустройстве имеют и учащиеся из малообеспеченных семей – дети-сироты. Все это помогает ребятам с пользой проводить свободное от учебы время приобщаться к общественному труду. Хочу сказать, что ремонтная бригада, которая работает при содействии с центром занятости, это, пожалуй, самый сегодня престижный вид деятельности организованной, в который вовлечены наши учащиеся. Потому что здесь государство обеспечивает достаточно, ну, я считаю, приемлемый уровень оплаты их труда. Почему? Потому что работают они на территории своего учебного заведения, выполняют те виды работ, с которыми они вполне хорошо знакомы. Это, в первую очередь, строительные виды работ, покрасочные, штукатурка, укладка плит, укладка ламината, различные какие-то работы по очистке мусора, мойке. Конечно, выходят на благоустройство территории лицея. Это, конечно, и наши газоны, и наши стадионы. И, конечно, благодаря всем этим видам деятельности, лицей полноценно готовится к новому учебному году. И мы, пожалуй, убиваем сразу двух зайцев. В первую очередь, формируем трудовую культуру наших учащихся. И, конечно, работаем по профилактике какого-то социального и противоправного поведения. Благодаря сотрудничеству с Управлением по труду, занятости и социальной защите, в лицей ежегодно создается ремонтная бригада. В этом году выделено финансирование на оплату труда 75 участникам ремонтной бригады, а ее деятельность рассчитана на 106 рабочих дней. Поэтому в лицее предусмотрена организация пяти отрядов с мая по сентябрь. Каждый находит себе здесь дело по душе. Стремилась, потому что то, что оплатят, конечно, пойдет на меня, то, что я сама заработала. Мне очень нравится то, что я работаю здесь, улучшаю лицей свой для поступления дальнейших учащихся. Получается, я крашу. Сейчас спортзал начали красить. Красили заборы. Деньги я потрачу, например, на семью. Кому подарок сделаю, кому себе одежду, например, куплю. В лицее строителей у учащихся есть возможность не только подработать, но и приобрести первые практические навыки работы по своей специальности. Оксана Боречевская, учащаяся второго курса будущих штукатур, облицовщик-плиточник, рада, что может проверить свои способности и укрепить семейный бюджет. Я учусь по специальности штукатур-маляр-плиточник, облицовщик. Мне это нравится, мне это интересно. Дома могу помогать, где-то сама что-то. Вот у меня дома делала сама ремонт, тоже там заспухлевывала дырки. Это как бы и полезно, высокооплачиваемо, везде понадобится и дома, и на работе. Можно то же самое куда-нибудь в другой город съездить, устроиться. Практика, отработка у нас идет оплачиваемо. Ну, как бы насчет этого жалоб нету. Можно при этом что-то купить себе, где-то помочь родителям. Ну, и так как у меня есть брат, можно ему что-нибудь купить, маме помочь. Ну, мне это все очень нравится. Тут весело, никогда не скучаешь, всегда есть какая-то работа. Нет, вообще просто все замечательно. Ежегодно лагерь труда и отдыха организуется в пятой гимназии. У каждого, кто был сюда принят, свои цели. Но одна прослеживается у всех – облагородить территорию гимназии и оставить свой положительный след. И без привлечения, можно сказать, подросткам это удается. Ежегодно на базе нашей гимназии работает лагерь труда и отдыха «Юность», где ребята получают уникальную возможность не только потрудиться, пообщаться, приобщиться к социально полезному труду, но также заработать собственные деньги. В этом году в нашем лагере работает 25 ребят, которые занимаются озеленением территории, уборкой, ну и другими общественно полезными работами. Каждый школьник, гимназист, лицеист уже решил, на что потратить заработанные деньги. Купить новый велосипед, телефон или сделать подарки родителям. Юноши и девушки уверены, что этот опыт обязательно пригодится им во взрослой жизни. Традиционно в День донора по всему миру проходят акции по безвозмездной сдаче крови. Наша страна не исключение. 95 тысяч белорусов являются донорами, каждый четвертый оказывает помощь на добровольных началах. На этот день в стране достаточные запасы. Если необходимо, донорский материал доставят в любую больницу в течение часа. Несмотря на революционные достижения в медицине, кровь и ее компоненты остаются практически незаменимыми ресурсами. Это помощь тяжелобольным, пострадавшим в катастрофах, новорожденным с тяжелыми патологиями. Присоединились к акции и наши горожане. Более 20 медицинских работников города приняли участие в акции по безвозмездной сдаче крови во Всемирный день донора. Ведь они, как никто другой, знают, что каждый третий больной, поступающий на лечение в стационар, нуждается в применении препаратов крови. Врач-анестезиолог Александр Изепчик принимает участие в акции не первый раз. Здесь я по одной причине считаю, что могу быть полезен, поскольку очень часто приходится сталкиваться с той или иной патологией, требующей переливания препаратов крови. Практически на каждом моем дежурстве я провожу гемотрансфузии. Поэтому я думаю, что сегодня я буду полезен чуть больше нашим гражданам. Интересен тот факт, что первым донором в мире была как раз медсестра. И сегодня примерно четверть всех доноров Брестской области – люди в белых халатах. Поэтому неудивительно, что именно они с энтузиазмом приняли участие в этой гуманной и благородной акции по безвозмездной сдаче крови. В моей жизни была однажды такая история, когда я еще училась, я присутствовала в такой ситуации, когда женщине переливали кровь. И она, находясь в какой-то такой фрустрации, обратилась к этому пакетику, если вы можете так назвать, и сказала «Спасибо тебе, человек». То есть она не видела этого донора, не видела этого человека, но вот так сказала. Меня это очень впечатлило. И я тогда уже приняла, хотя это было 10 лет назад где-то, приняла решение, что я обязательно стану донором хотя бы однажды. И для меня это не является ни в коем случае каким-то подвигом, или я к этому отношусь как-то, что я совершаю подвиг, или требую какой-то там компенсации. Должно быть для меня абсолютно безвозмездно. Это лишь способ или возможность доказать свою такую человеческую годность, что вот «Спасибо тебе, человек», что я являюсь вот тем человеком. Барановическая станция обеспечивает продуктами крови учреждения здравоохранения не только нашего края, но и Ляховического, Столинского, Лунинецкого и Ивацевичского районов. При необходимости поставки продуктов крови осуществляются во все учреждения области и республики. Ежегодно здесь заготавливается 5000 литров крови и 2500 литров плазмы. 33% сдают безвозмездные доноры. Станции только в этом году проведено более 30 акций, в том числе и с выездом на предприятие. С начала года прошло уже более 30 акций по безвозмездному донорству, в которые приняли участие 650 человек. Это приблизительно 33% от всей крови заготовленной станции проливания крови. Наш регион, Брестская область, на первом месте в республике по развитию безвозмездного донорства составлены планы выездов на предприятие. Предприятие охотно участвует в этих акциях, люди откликаются и желают сдать безвозмездную кровь. Коллектив Барновичской городской станции переливания крови выражает огромную признательность и благодарность всем добровольным безвозмездным донорам крови и ее компонентам. Личное участие в донорском движении, яркое выражение гуманизма и доброты и глубокого понимания современных проблем нашего общества. Поучаствовать в спасении чьей-то жизни может каждый, обратившись на станцию переливания крови по адресу улица 50, ЛКСМ, 4. Мусоропровод в подъезде – спорный момент для многоэтажек. Рейд нашей съемочной группы совместно с коммунальщиками показал, что мнение жителей по этому вопросу резко разделилось. Одни считают, что мусоропровод в домах – источник грязи и неприятного запаха. Другим же неудобно выносить мусор на улицу. В вопросе разбиралась Елена Громадская. Этот дом номер 44 по улице Парковой отличается ухоженностью и чистотой. Заботятся об этом сами жильцы. Именно они решили закрыть мусоропровод практически сразу, как заселились в этот дом. И до сих пор такому решению рады. И все время у нас ощущалось запах вони. Конечно, это было некомфортно нам здесь было. Но теперь нету этого. И крысы пропали. Мыши даже у нас были на первом этаже. Теперь, конечно, это очень ощущается. Спасибо большое. Вопрос о запайке или закрытии мусоропровода у нас стал практически со дня заселения. Ну, это все не сразу делалось. Люди заселились, пользовались мусоропроводом, были все довольны. Но когда начались такие ситуации, когда мусоропровод постоянно забивался коробками, палками от мебели, это была такая проблема и для нашего подъезда, и для жрео нашего. Потому что мы постоянно обращались, чтобы пробивали. И на общем собрании, буквально где-то, может быть, через года два или год, сколько времени, я уже теперь не помню, прошло, мы решили его все-таки заварить. Вы знаете, за все это время мы настолько теперь все жильцы дома довольны, потому что проблем теперь с чистотой подъезда, когда возле мусоропровода могло валяться все, что хотите, видите, чистота, исчез запах, нет, как говорится, ни клопов, ни тараканов, ни мышей, ни крыс. То есть вот этого ничего нет. А остальное все уже за жильцами. Начали забрасывать мусоропровод все вплоть до, извините, мебели, которую когда-то в дерево превращали. То есть все это становилось, естественно, все это потом выползало, пошли коты, котята, тараканы, все это дохло, извините, ну по-другому не выразишься, ну и запах соответственный. Ну и вполне устраиваю, что его нету. Я считаю, что вынести ведро на мусорку, пять минут потратить, вон, никакого не составит труда. Хотя бы даже для тех, кто на улицу выходит редко. Вот пошла и вышла, хоть свежим воздухом подышала. Так что здесь он абсолютно не нужен. А вот жители дома номер 53 по той же улице Парковой в большинстве своем против закрытия мусоропровода. Главный аргумент, в доме много пожилых людей, которым тяжело будет выносить мусор на контейнерную площадку. А еще не опасается, что нерадивые жильцы будут выбрасывать мусор, не донеся его до контейнера. Закрывать мусоропровод – большая глупость. Потому что здесь, в нашем доме, большинство пенсионеров. Два подъезда, которые один абсолютно не контролируем. Постоянно сюда приходят и студенты, пьяницы, пьют. Если уборщица убирала, она убирает число. Пенсионеры не носили, особенно крутые лестницы, они носить не будут. Заваренный мусоропровод – это экономия на зарплате рабочим по комплексной уборке, на средствах для чистки и дезинфекции камер, на обработке от насекомых и грузунов. С точки зрения экономики, наиболее совершенная система – раздельный сбор мусора. В общем, все зависит от самих жильцов. Там, где было чисто, чисто и будет. А где жильцы нерадивые, мусор и так складируется на каждом этаже. Сегодня стоит задача приучить людей к культуре и раздельному сбору мусора. Проблема остается актуальной, объективно, можно говорить, что острой для нашего города, для любого другого города, Республики Беларусь. Я бы хотел акцентрировать внимание, почему вообще это все происходит, для чего это надо. Существуют определенные государственные программы, комфортное жилье, это и программа «Специальная цель 99». То есть ставится задача и правительства нашей страны, и структурами, которые ответственны за это направление, довести сбор и переработку мусора до 99-100%. В настоящий момент получается так, что многие многоквартирные жилые дома оборудованы мусоропроводом. Раньше никто из нас не отделил отходы. Мы собрали мусор, положили в пакет, либо в мусорное ведро и выбросили в мусоропровод. И фактически получается, что этот мусор необработанный, то есть просто выбрасывался на контейнерную площадку, вывозился, соответственно, и потом захоранивался на полигонах для бытовых отходов. И сами прекрасно понимаем, вот простой банальный пример, то есть у нас этот полигон далековато, то есть в деревной его нельзя увидеть. Вот показательный пример город Минск. Там полигон, старый полигон, находится недалеко, то есть за чертой города. Там гора, она уже высотой, может быть, с 2-10 этажных дома. То есть это столько, сколько скопилось отходов. То есть мы все должны прекрасно понимать, что если мусор не перерабатывать, то когда-нибудь, ну, условно, он займет все наше жизненное пространство. Экологические службы и МЧС также давно выступают против мусоропроводов. В антисанитарных условиях скопления отходов появляются крысы, тараканы и муравьи. А из-за незатушенной сигареты, брошенной в мусорную трубу, часто возникают пожары. Предполагается, что с учетом того, что в настоящий момент производится раздельный сбор бытовых отходов, созданы предприятия сортировочной станции, то есть вот в частности в нашем городе, созданы предприятия перерабатывающие, которые перерабатывают мусор, который собирается. И объективность, если говорить о том, что большинство мусора, его можно не выбрасывать, его можно просто перерабатывать, использовать вторично. Вот такая цель ставится, такая же цель ставится и в нашем городе. И вот в связи с этим основная причина, что создан план по завариванию мусоропроводных камер. И, конечно же, что мы активно призываем население, то есть агитируем, чтобы жильцы все-таки выходили с инициативой, проявляли инициативу и отказывались от использования мусоропроводов. Потому что если мы все-таки изменим свое сознание, то есть вот мы очень часто говорим, что мы хотели бы жить как в Европе. Для того, чтобы жить как в Европе, мы должны изменить во многих вопросах свое отношение. То есть если мы хотим жить как в Европе, то мы должны поступать по-европейски. Вся Европа собирает мусор раздельно. Поэтому я активно призываю население все-таки отнести с пониманием к этой проблеме. То есть мы можем услышать разные мнения, полярные даже порой, что одни за то, чтобы заваривать мусоропроводы, другие наоборот против. Но в то же время весь Селезонный мир идет к тому, чтобы собирать мусор отдельно. Поэтому еще раз обратите внимание и прошу населения откликнуться на эту тему с пониманием. Ну и все-таки, чтобы мы двигались в правильном направлении. Кстати, большинство стран и вовсе не используют мусоропроводы. Кто-то из-за жары, как Турция, кто-то из-за запрета на законодательном уровне, как Германия и Исландия. Но и те, и другие руководствуются еще и раздельным сбором отходов и их переработкой. А для того, чтобы в подъезде было чисто, в нем должны жить культурные и равнодушные жильцы. Учащиеся профессионально-технического колледжа сферы услуг завоевали пять призовых мест в различных номинациях международного конкурса, который проходил в начале июня в столице. Будущие парикмахеры и мастера по маникюру показали свое мастерство и талант в Международном фестивале красоты «Минский вернисаж-2017». Коллекция наград Барановичского колледжа сферы обслуживания пополнилась еще пятью дипломами. Будущие парикмахеры и мастера по маникюру показали свое мастерство и таланты на Международном фестивале красоты «Минский вернисаж-2017». Фестиваль красоты смело можно сравнить со спортивными состязаниями, поэтому накануне участницы провели огромное количество времени в тренировках. Например, сделать торжественную прическу на длинных волосах за 40 минут. Преподаватель парикмахерского искусства Оксана Загорская рассказывает, что условия были непростые. На данную номинацию отводилось 45 минут. Эта номинация интересна тем, что до последнего момента конкурсанты не знают, какие же пожелания будут при прическе. За 2-3 минуты конкурсанты вытягивают конверт с двумя пожеланиями и затем мы приступаем к работе. Я очень благодарна своей модели, Анастасии, это учащаяся нашего колледжа, за ее терпение, ее участие, за пунктуальность. Хочу поблагодарить директора колледжа за ее поддержку, преподавательский состав. Подопечные мастера производственного обучения Анны Цубаренко участвовали в конкурсе по нейлдизайну и, несмотря на то, что обучаются первый год, выступили достойно. На этом конкурсе мы представляли стиль черно-белый постер и покрытие гель-лаком ногти. Учащиеся мои девочки после 9 класса принимали, девочки первый курс, принимали участие первый раз в конкурсе и мы получили три призовых места, чему очень рады и будем продолжать участвовать в конкурсе и добиваться лучших результатов. Достигнутые результаты говорят о высоком качестве профессиональной подготовки учащихся колледжа, будущих специалистов в сфере красоты. В одной из самых престижных номинаций «Фантазийный макияж» учащаяся колледжа Дарья Васильевич удалось занять четвертое призовое место. Это большой успех, если учесть, что в конкурсе принимало участие большое количество профессионалов. Было очень сложно, потому что я как уровень ПТО, то есть первый курс, учусь на парикмахера. У меня третий курс, но первый курс я учусь на парикмахера. А там были люди более высокого уровня, чем я. Но все сложилось так, что я заняла четвертое место. Планирую еще дальше продолжать выступать в конкурсах и добиваться более высоких результатов. Решили попробовать себя в роли визажиста. Это вообще очень способные девочки. А Васильевич Дарья заняла четвертое место в таком престижном конкурсе, как фестиваль красоты «Минский вернисаж». Победа далась трудно, потому что «Минский вернисаж» и вообще фантазийный макияж – это не просто создать макияж нужно, а выполнить полный образ – платье, прическа, еще и дополнительные элементы, костюмы. Эти результаты – не только успех, но и бесценный опыт, импульс для дальнейшего развития. Ежегодно учащиеся колледжа участвуют в различных конкурсах, ведь преподаватели ставят задачу – воспитать не просто работника сферы услуг, а творческую личность. Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова